Правильно ли выставлен тип шкалы Measure? Метод выбираем ExhaustiveChade. В отличие от простого чейда, на каждом новом шаге возможно включение уже использованных переменных, но, разумеется, в более ограниченном масштабе. То есть, например, если на каком-то предыдущем уровне были отобраны два возраста из трех для данной ветви деревьев классификации, то на каком-то из последующих уровней снова могут возникнуть эти два уровня, и по ним может быть произведено разделение. Мы это увидим далее в результатах деревьев классификации. Заходим в Output. Запрашиваем Tree in Table Format. Заходим в Plots. Здесь мы можем выставить галочку среднее значение для каждого узла. Если бы мы не виртуально, а в Variable View проставили Measure Nominal, то здесь нам были бы доступны еще два параметра. Я покажу их ниже. В Statistics нам, опять же, по той же причине недоступно Classification Table. Я покажу, что это такое. Далее. А вы уж решите, нужно ли вам менять реальный тип шкалы с Scale на Nominal. Чтобы выяснить, не переобучена ли модель, устойчива ли она, требуется Validation. Бывает двух видов. В нашем случае, поскольку сравнивать будем с результатами логистической регрессии, воспользуемся Split Sample Validation 50 на 50. Очень важный раздел Criteria. Автоматически нам не подойдет, потому что мы хотим более высокую точность, нежели предлагается автоматически. Во-первых, глубину мы хотим больше, чем 3. Выставляем ее по умолчанию. Можно выставить 100. Максимальная глубина все равно 100 не будет достигнута. Кроме того, надо уменьшить минимальные пороги для узлов. То есть машина сейчас, при нынешних установках, остановится, если...